все еще верите федеральному зомбоящику рискуете вскоре остаться в меньшинстве ведь социологическая служба рамир вскрыла кремлевское телевидение проигрывает аудитория сократилась в среднем на 17 процентов но самые грязные пропагандистские рупоры растеряли еще больше от 24 и даже до 34 процентов зрителей видимо даже вернейшие за путинцы уже понимают там врут как дышат все словно в сумасшедшем дом а значит верить им нельзя ведь градусный адеквата взлетел до небес все прием и всех вас убьем а это уже серьезная угроза путинскому режиму привыкшему заменять убогую реальность яркой но лживой телевизионной картинкой вот график популярности российских телеканалов сперва интерес к преступной войне против украины конечно же взлетел но пропагандисты облажались даже не хуже путинских вояк под киевом рот отсюда уйдите уйдите отсюда стали врать уж чересчур нагло балаган открылся для зоофилов вы представляете для зоофилов здание официально работает можно прийти там не знаю черепаху изнасиловать это начало отталкивать уже даже ядерный электорат путина а теперь в новостях на украине секретных лабораториях украфашистов разработали специальных боевых гусей которые сбивают российские самолеты итог к маю пропагандисты профукали достижение первых месяцев войны вера в бред не кремля медленно но уверенно покатилась на дно лидер недоверия россиян первый канал после февральского пика потерял целых 34 процента зрителей причем списать все на традиционный спад периода отпусков не получится видите синий график это данные за довоенный год летнее падение было но отнюдь не столь сильное все меньше верят и каналу россия 1 где дуэт скобеева и попова устраивают свои 60 минут ненависти абсолютно открыто ничего не стесняйте аудитория россии 1 упала на 24 процента и главный позор пропагандистов их рейтинги проваливаются еще быстрее чем телевидение в целом опасство уходит на развлекательный контент а значит зрители таки начинают понимать что россия проигрывает и пытаются отвлечься от горькой реальности социологи полагают на прежний уровень рейтинги не вернуться даже осенью и это лишь усилит уже многолетний тренд падения доверия кремлевскому зомбоящику мы же сейчас не на телевидении можно сказать правду прежде всего в кремле теряют молодежь при этом среди поколения x и поколения зумеров сокращение шло активнее чем среди поколения уай россияне все больше ищут правды в альтернативных неподконтрольных источниках среднедневный охват аудитории у телеграм-каналов за полгода вырос с 19,1 процента до 26,8 процента таким образом на сегодняшний день телеграм-каналы читает больше россиян чем смотрит телевизор но и тут стоит быть на чеку кремль переносит лживую пропаганду в телеграм масса якобы независимых телеграм-каналов на самом деле льют все те же фейки и ненависть поэтому не дайте себя легко одурачить проверяйте информацию и вскоре даже верные поклонники кремля могут наконец-то понять что войну путин начал только ради удержания власти что россия убивает невинных украинцев они выдуманных неонацистов а простой народ нищает из-за коррупции и безалаверности власти когда пропагандистский туман рассеется страна наконец-то сможет получить шанс на лучшее будущее